Шмати Радхарани, я очень хорошо знаю того, чего хочет Кришна, Кришна сам принимает форму Шмати Радхарани. Говорится, то есть Кришна, это Шмати Радхарани, кто такая Радхарани, это сам Кришна. Для того, чтобы просто являться лилой, Кришна предстает в двух формах, так же, как вы зажигаете лампу, и у нее может быть несколько этихков, но источник как бы один, это масло. Или еще один пример, это ствол, из которого исходят несколько веток, и одна веточка это как бы Кришна, другая Шмати Радхарани. И для того, чтобы показать ему миру, как слушать Кришне, Кришна выделяет испансию, как бы проявляет Шмати Радхарани. Рада, значит, Рада, идите, Рада, та, кто совершает Рада, но Кришне каждое мгновение, слушать Кришне каждое мгновение. Здесь Шмати Радхарани все украшения, которые Шмати Радхарани делают, так как она себя украшает, это все только для удовольствия Кришны. Так, Радхарани носит одежду голубого цвета. А Кришна какую одежду носит? Золотистого. Почему такие цвета? Потому что Кришна цвета горзовой тучи, поэтому Шмати Радхарани носит голубые одежды, а Кришна носит питамбуру, золотистую накидку, потому что Шмати Радхарани золотистого цвета тела. Сережки Шмати Радхарани. Она, ее Сережки символизирует Кришна Кадху, имя Кришна Каджи. А накидка Шмати Радхарани розового цвета. Почему? Потому что розовый цвет, это цвет любви. Когда мы играем в поле, и отреченные одежды также у нас цвета, шифранового цвета, розового. Таким образом, это цвет любви. Таким образом, мы показываем, что свое тело покрываем любовью Шиши Радхи и Кришны. Итак, все украшения, вся одежда, это все лишь для того, чтобы сделать счастливым Кришна, чтобы увеличить Кришну прямо. Каджи, которым она подводит глаза, это прямо путь пути или там. Ее ожерелье также для того, чтобы оно радовало Кришну. Ее зовут Радха. Радха Рани, она знает сердце Кришны, она знает, как сделать Кришну, какими способами сделать Кришну счастливым, как это сделать лучшим образом. Поэтому ее зовут Радха Рани. Итак, Кришна, Он в детстве, Кришна в детстве, только лечу, которую приготовила Шимати Радхарани. Лечу, который приготовлен другими руками, Кришна не принимает. А Шимати Радхарани, она получила благословение от Дурвасы Риши, о том, что все, что бы она не приготовила, будет как бы нектар. Потому что Дурвасы зовут Амрита Хаста. Однажды Дурваса Риши пришел к Шимати Радхарани, когда та еще, в том Шимати Радхарани, когда та еще была очень маленькая. Кто такой Дурвасы это? Это проявление Шанкары. И когда Шимати Радхарани показывал им почтение, то тот был доволен и благословил его, и сам Шанкара благословил Шимати Радхарани. Он сказал, что все, что ты приготовишь, будет как нектар. И тот, кто будет есть пищу, приготовленная тобой, он никогда не будет стареть, он будет всегда в ясном сознании и очень здоровый. И поэтому мама Ишода, зная об этом благословении, попросила Радхарани, чтобы там приходила из Явата в Нандагаон, готовила для Кришны. Шимати Радхарани, она приходит каждый день и готовит очень много вкусных блюд для Кришны. Так, с правой стороны Кришны провелся в палатах, правой, а с левой – Шимати Радхарани. Так же, как в крикете или в футболе, 11-12 игроков. То есть, ну как бы, Шимати Радхарани тоже думает, говорит, как я в одной форме смогу служить Кришне, чтобы игра была, на душе было несколько игроков. Поэтому, чтобы служить Кришне лучшим образом, более разнообразным образом, она проявляет каждое свое настроение, как отдельная личность. Читра Икс Пердна рисует Унгавити. То есть, каждая сака, каждая подруга Шимати Радхарани на Икс Пердне – это одно вид искусство. И все они думают лишь о том, как сделать Кришну счастливым. Всяких объединяет это одно настроение. Те, кто… Но мы не хотим напрямую слушать Кришне. Мы хотим слушать Кришне бодро, уковоснованно Шимати Радхарани. Например, вы пришли замуж и вы слушаете своему мужу. Вы знаете, что ваш муж лучше, какие вкусы ему нравятся – сладкие, соленые, верченые. Почему? Потому что вы конкретно взаимодействуете с ним конкретно и ему слушаете. И Кришна… Кришна… То есть, Шимати Радхарани та, которая знает все сокровенные желания Кришны, полностью знает Кришну. И поэтому мы не хотим слушать Кришне напрямую, потому что лучше всего мы послужим, если мы будем служить. Кришна – Радхарани. Ее зовут Радха. На самом деле, у нее бесконечное число имен. Кришна – Шимати Радхарани. Он написал шлоко, которое описывается. Одна из имен ее – Деви. Что значит Деви? богиня говорится эта девушка на как богиня очень красивая я зову это почему потому что вся красота этого мира вся красота всех миров исходит из шима тарани насколько же она сама красива если соберете красоту всех женщин на этой земле если вы соберете всю красоту женщин в раю так всех красота всех абсар в раю если собрать то это будет сравниться с красотой одной лакшми если соберем красоту всех лакшми красота одной группе лишь красота одной гопи кришна так просто не привлечь кришна эйси а кришна кришна не так вот храни насколько же она красива если собрать красоту всех гопи то это даже будет несомненно меньше будет даже с красотой кончиков и кончика ее мизинственной ноги так вот пример приводит так вот например красивый сад там очень ароматные цветы еще и белые розы что кришна делает кришна играет в этом саду наслаждается красотой этого сада и второе имя это кришна майи вот так кришна майи значит куда бы она не посмотрела она видит кришну кроме кришны она не видит ничего если она видит темные облака она думает это напоминает кришна если она смотрит видит павлине перо она кажется напоминает о кришне что бы она не увидела что бы она не увидела она видит в этом кришну напоминает это ей кришну кроме кришны ни о чем не думает другой одно из имен это шьяма почему? потому что кришна шьям а кришна храни шьяма если вы приедете в жиганатхапури вы увидите на радхарани в татакапинадхи так как большинства обычно радхарани светлого цвета золотистого цвета белого цвета но в татакапинадхи жиганатхапури она темного цвета почему? потому что она погружена в мысли отлично и меняется цвет тела поэтому на темный на цветы шьяма поэтому я зову шьяма это есть Муж Валараса это есть Муж Валараса это Муж Валараса это Муж Валараса это Кришна Майи вот так я зову радхика но если вы приедете в севаконши то вы увидите что все в общем весь мир служит Кришне но в севаконши Кришне служит очень мать радхарани тогда когда радхарани служит Кришне когда Кришна ушел в конце расы и гопи начали ее искать тогда они выделяют выделяют отпечатки отпечатки стоп Кришне я не выделяю что рядом с этими стопами так же отпечатки красивые отпечатки какой-то Кишори какой-то девушки и подописывали Шухадев Госвами Пришта Махараджа и это Кришна нам Шухадев Госвами это Кришна Махараджа которую она очень любит кормит сама гранатом и Шухадев Госвами с удовольствием отописывает и Шухадев Госвами когда Кришна восхищаются той кого забрал Кришну в штатанце расы были разные группы Копи Сва Бакша Випакша Татасха но Кришна забрал Ишима Тихарани Копи говорят кто это удачливая Кишоря наверняка она служила Господу самым лучшим Господом поэтому он забрал ее с собой кто же это Кишоря Шамакиратхарани Парадеватхан это парадеватхан это парадеватхан это парадеватхан также ее создали одной из имен парадевии Свет Эви в этом материальном мире, в этой Вселенной. Откуда они исходят? Они исходят из Шаматиратхарани. Если мы служим Шаматиратхарани на стопам, то нам не нужно служить никакой другой богиней. Если мы сопоставляемся, то 33 миллиона полубогов автоматически удовлетворены. Не нужно им служить отдельно. Почему? Потому что все полубоги, они произошли с Кришном. А все полубогини произошли в Шаматиратхаране. Поэтому, если мы слушаем Ваши Шаматиратхи Кришне, то не нужно как имитаться туда-сюда. Нужно поклоняться разным полубогам. Так 33 миллиона полубогам. Так сколько поклоняться нужно, услышать сколько нужно. А если Вы слушаете Шаматиратхи Кришне, то автоматически все удовлетворены. Все обретают поклонение. Поэтому Парадевата означает, что она большая среди всех полубогинь. Кришна сам также выполняется наступавшего характера. Что уж говорить о полубогине. Ее так же называют, что они, когда они все лакшми, все лакшми, двойкунхи, 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 двойки, а приятные лакшми, все лакшми, они проявились в Шаматиратхаране. Канти значит желание, царва кантих, то есть та, кто может выполнить желание, все желание Кришны наилучшим образом. Когда Кришна хотел танцевать в Танец Расы, то 10 корор, это было 300 корор, присутствовало там, но когда Кришна, когда Шмидархарани ушла, то Кришна тоже ушел, все гопи, все вместе взяты, они смогли удовлетворить Кришну, и он водил скалы, плакал, О Рады, где же ты? О Рады, не уходят меня. Кришна, если все Ичхаку пури, то Сампурна Ичхаку, Сри Кисвари Хи Радхарани, чтобы все Ичхаку Сири Радхарани пури. Еще одно имя Ичхаку Сири Радхарани – Самохини. Кришна привлекает всю Вселенную. Кришна думает, я настолько прекрасен. Лакшми, ради меня, ради моей красоты, покидает Байкунху и совершает ослезывание Шанка, напрягчивая моей красотой. Господь, Нарай, также пытается обрисовать Дашину. Кришна играет на флейте, просто сумкает об этой флейте, Ятро Трисаргам Риша. Ямуна течет в обратную сторону, камни плавятся и так далее. Но когда Кришна говорит, но когда я слышу сладкий голос Шиматери Радхарани, то я привлекаюсь, теряю рассудок. Весь мир привлекается мной, говорит Кришна, но я сам привлечен Шиматери Радхарани. Что такое, Шиматери Радхарани? Какая особенность в ней? Чтобы ответить на этот вопрос, Кришна приходит, как же считая Махаправу. Так Кришна принимает цвет тела и настроение Шиматери Радхарани приходит, как же считая Махаправу. Мы видим, что все инкарнации Кришны, они темноватого цвета. Мы считаем Махаправу, золотистого. Говор Хари, значит, гор Шиматери Радхарани. Гари, значит, Кришна, гор Хари. Итак, Шиматери Радхарани — это наш объект поклонения. Наши Штаде, наши Госвами, Ракунадас Госвами, Рупа Госвами, Кришнатаскин Радж Госвами, Ширджива Госвами. Они все стремятся к служению Матери Радхарани. Настолько велика Его слава. И наш Санкт-Петербург, Гаудия Санкт-Петербург, поэтому мы слушаем Шиматери Радхарани. Мы желаем Матери Радхарани. Жуя, 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 Шри-лаго. Мы желаем Матери Радхарани, Матери Радхарани, Кришн Матери Ладхарани. Продолжение следует о объектах Ладхарани. ОМ Агнедирам Дэмира Ндасты, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok